Тромка, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам хочу показать, наверное, единственную ситуацию во всем третьем Варкрафте, где Хэппи осознанно и при этом вполне закономерно берет Повелителя Ужаса первым героем. Повелитель Ужаса первым героем это самый настоящий андеграунд. В наше время, еще полгода назад он иногда игрался и даже на турнирном уровне порой заигрывал. Но сейчас он абсолютно забыт, потому что практика показала, что он не такой уж и надежный. А после того, как апнули Жука, Жук полностью заменил Повелителя Ужаса в тех ситуациях, когда могли взять, собственно, Дредворда. Но в чем прелесть и в чем Цимис? Почему берется этот персонаж? Проблема в конкретном оппоненте. Проблема в Лемесе. Лемес это абсолютно легендарный игрок из топа рейтинга. У него прямо сейчас 2320 рейтинга. И он примечателен для большого количества любителей паладина первым героем. Лемес это король паладинов в третьем Варкрафте. В том плане, что он играет всегда одну и ту же стратегию в рейтинге. Ну, просто потому, что это его фишка. Паладин вместе со стрелками. Паладина стрелки. И эта стратегия позволяет ему выигрывать довольно серьезных оппонентов, подниматься в рейтинге. Он имеет 2350 ММР. Он вроде как даже в Гранд Мастер Лигу входит, скорее всего, с таким ММРом. То есть у него получается топ-50 игрок мира. И это очень примечательно. И это просто показывает, насколько все-таки паладин первым героем может быть силен в определенных ситуациях. Паладин на самом деле имеет потенциал для того, чтобы быть первым героем. Потому что у него феноменальное лечение, которое позволяет жить твоей армии. И, соответственно, из-за этого есть смысл. Он начинает сразу же с высокотехнологичного и сильного юнита стрелка. Сравнительно с пехотинцем это действительно очень мощный юнит. Паладин его лечит. Паладин дает ему броню. И после этого ты берешь мага кровью вторым героем. Паладин и бесконечная мана на лечение. И в итоге за счет этого ты и выигрываешь. И теоретически, особенно против нежити эта стратегия интересна. Потому что свет можно использовать не только для того, чтобы агрессивно... Для того, чтобы лечить своих юнитов. Но и для того, чтобы агрессивно атаковать вражеских юнитов. Добивать врага светом. Так же, как Койлом. Может нежить добивать юнитов Альянса, например. И Хэппи конкретно против только Лемеса. Исключительно только против него. Всегда играет Повелителя Ужаса. Потому что он знает, что будет играть Лемес. И по мнению Хэппи, Повелитель Ужаса это самая идеальная контра Паладину первым героем. Давайте посмотрим, как это сработает или не сработает. Как это выглядит. Но как бы то ни было. Хэппи судя по всему начинает с дополнительной базы. И делает много вурдалаков. Отправляется в атаку. Повелитель Ужаса получил уже Когти. Довольно неплохой артефакт. Тем временем Лемес закрипил первую точку. Получил немного опыта. И смотрите, как классно крипится. Он хочет как можно быстрее поднять уровень. Потому что проблема Паладина в том, что он до третьего уровня не особо сильный. И маны у него очень мало. Если Паладин каким-то образом может быстро поднять третий уровень. То становится действительно очень крутым персонажем. И обратите внимание, что сделал Хэппи. Хэппи вслепую побежал на золотую шахту. И увидел, что противник не ставит дополнительную базу. Это удивило Хэппи. Он явно это не планировал. Он думает, что противник может быть сюда побежал. Может быть наверх побежал. Он тратит огромное количество времени для того, чтобы найти оппонента. И при этом он не добывает толком дерево. И экономика у него тоже из-за этого слабеет. И он при этом не качался все это время. То есть Хэппи потратил примерно где-то 30-40 или около того секунд времени. Абсолютно впустую. И это позволяет, с другой стороны, Лемесу взять спокойно третий уровень. На самом деле в этом моменте Лемес, получается, прочитал Хэппи. Возможно, он захотел сыграть именно так. Потому что он знал, что Хэппи прибежит мешать ему базу. Потому что я напомню, Хэппи всегда играет повелителем ужаса против Лемеса. И, соответственно, есть уже абстракция какая-то для адаптации. Возможно, как раз Лемес знает, что абонент будет мешать ему ставить базу. И он решил не ставить базу, а нажать Тер-2 и запушить противника. А ведь мы знаем, что это вообще слабая сторона повелителя ужаса. Одна из причин, почему от него отказались, это то, что его относительно легко запушить. На профессиональной сцене так часто делали. Однобазовый альянс с Архимагом, Горнокороль вторым героем. И просто пуш противника. Блин, у Паладина много здоровья, конечно, потерял. Им надо быть аккуратнее. Но и с позитивных сторон он сейчас поднимет третий уровень. У него будет второе лечение. И он сможет с кайфом лечить своих стрелков. Единственное, что нужно, наконец-то, добить этого голема. Он это сделал. И все, наконец-то, пошло второе лечение. Тем временем там уже готова шахта у Хэппи. А я надеюсь, на видео готов. Ваш палец вверх. Вы его поставили. Так как это помогает продвигать третий Варкрафт. Искать интересные матчи. И мотивировать вообще заниматься этой игрой. Так часто, насколько это возможно. Спасибо большое, что смотрите. Поддерживаете жизнь игры своей активностью. Надеюсь, вам этот матч понравится. И приятного вам просмотра. Ну, вообще, артефакты не самые плохие. Ну, и не самые хорошие. Паладин это не тот персонаж, который должен атаковать с руки. Паладин это тот персонаж, который должен жить. Паладин не может лечить сам себя. И когда ты играешь с паладином первым героем, ты всегда качаешь ауру. Потому что это выгодно. Так как, если ты возьмешь четвертый уровень, ты можешь быстро прокачать вторую ауру. А вторая аура, это вообще нифига себе уже преимущество. Плюс четыре брони для всей армии. Ну, на варде попался здесь Лемис. И Хэппи собирается мешать своему оппоненту. У него уже вторая стая есть. У него есть жезл похищения маны. У него феноменальные артефакты в целом. И Лемис понимает опасность для себя. И телепортируется просто домой. Тем временем, он ставит мастерскую, маг крови, еще стрелок. И, судя по всему, будет пытаться атаковать оппонента вместе с мортирами. То есть это будет прям серьезный очень пуш. Ну, а Хэппи тем временем ставит склеп. Второй. Укрепляется на дополнительной базе. Ставит второй магазин на всякий случай. И вокруг этого собирается играть. Дополнительные башни дома ставит. Потому что если не отменяют башню, передумал. Потому что решил, что дерево маловато. Магазина дома нет. Но, видимо, ресурсов на него нет. Скелет узнал, что паладин находится дома. Это, конечно, тут свиток регенерации не помешал бы. Много побитых юнитов. Тем временем, повелитель ужаса бегает туда-сюда. Качается. У него... Ну, что он может? Руны наручи. Руны наручи, в принципе, не самая плохая штука против паладина. Потому что у паладина свет наносит урон по героям. Плюс еще маг крови может кинуть астрал. Поэтому потенциально это очень опасная штука. Ну, вурдалаков довольно много. И номинально в вурдалаке это контра стрелкам. Потому что они наносят по ним дополнительный урон. Но ведь вурдалаки очень тонкие. И нет ярости вурдалаков, которая значительно увеличивает их боевой потенциал. И тем временем, Лемес побежал в атаку. Это будет попытка однобазового пуша. Стрелки вместе с первой атакой. И аурой паладина. Кубил неуязвимость и свиток исцеления. Я продал все когти. Когти уже не нужны. Ой-ой-ой. Ну, сон это интересно. Вообще, сон позволяет контролировать оппонента. Не давать возможность сосать ману. Не давать возможность паладину в нужный момент лечить и так далее. Но вообще тут даже странно, почему Хэппи решил не окружать мага крови. Неужели он думает, что ему урона банально не хватит? Если честно, мне казалось, что у него там всего должно хватить. Устанавливает ману тем временем. Там, конечно, есть лечение паладина, свиток исцеления. Ну, блин. Он начинает ставить башни. Мортира будет вообще делаться? Зачем он строил мастерскую тогда? Мортира не строится. Ради вертолетов потенциальных. Так, подходит маг крови. У повелителя ужаса маны, конечно, завались. Проблема с паладином, что у него маны уже маловато. В идеале магазин бы поставить здесь лемесу. А там тем временем Т3 потихоньку делается и сидит в 50 лимитов. Ну, Некрополь долго будет жить. Это очень крепкое здание. Просто так ее не снести. Ставит... А-а-а-а! Интересно! Вы поняли? Блин, слушай, я такого еще не видел. Он поставил мастерскую, чтобы сделать орудийную башню. Орудийная башня наносит урон осадный. И при этом еще ее очень тяжело уничтожить, потому что у него тип бронездания. Поэтому если лемес сможет ее построить, это будет нифига себе как жестко. Но Хэппи не хочет давать возможность ее ставить. Именно поэтому он бежит в атаку. Но пока будут атаковать башню, могут убить вордалаков. Но Хэппи классно контролит. Отводит ран их. Башню все-таки отменяют здесь. Хэппи не дал возможности это сделать, как мы видим. Но это заготовочка, идея от лемеса была, да? Против Хэппи надо пытаться играть неортодоксально. Особенно если ты андердог. Если ты не какой-то профессиональный игрок. Это прикольная идея с орудийной башней в агрессии. Которая очень тяжело реализовывается. Но с другой стороны, если ты все-таки смог ее каким-то образом поставить. Можно ее закрыть другими башнями, как вариант. Чтобы вордалакам было тяжелее подходить. Ну, а калиты вынуждены тратить золото на ремонт. Пускай это золото не особо большое, но оно тратится. Однако там уже есть 3-3 склепа. Тут зомби апокалипсис планируется, как я называю эту стратегию. Много-много-много вордалаков. Зато паладин уже четвертого уровня. Это вторая аура. 19% обоглощения урона. Довольно солидно. Ману пытается забирать у повелителя ужаса всегда, чтобы она на него даже не копилась. Ну, блин, все-таки одна мортира, наверное, не помешала бы. Но он в 50 лимитах хочет находиться. И опять попытка отменить орудийную башню. Рабочие ее ремонтируют. Вордалаки там, конечно, бодро убивают. Проблема стрелков. Точнее, преимущество стрелков, что они стреляющие. То есть, они могут вместе коллективно атаковать одну цель. И это очень сильно помогает. Ну, Хэппи очень классно отводит раненых. Просто шикарный микроконтроль. Даже 120-й, наверное, так филигранно вурдалаками не отводит и не контролирует. Собственно, именно поэтому 120-й и не играет толком вурдалаками. Хэппи среди топовых андедов. Единственное, кто-то делает сейчас даже. Так, часто и массово, скажем так. Я думаю, Хэппи каждого вурдалака по имени знает. Типа Степан, Миша, Серега, Вася, Иван, Василий Второй и так далее, и так далее. Иван Четвертый. Все по именам 100% названы. Магазин ставят, чтобы купить банки маны, может быть. Мне кажется, все-таки одну марсиру стоит добавить. Еще проблема в том, что он забрал рабочих с дерева. И дерево у него толком не добывается. При этом он не сделал апгрейд на добычу дерева. Это точная ошибка Лемеса. Но тут, судя по всему, Зомби Апокалипсис планируется. Действительно, посмотрите на это. Просто 6 вурдалаков в заказе и еще больше. Тут я не знаю, сколько лимитов вурдалаков. Наверное, где-то 40 лимитов вурдалаков. Тут где-то примерно 20 вурдалаков. Может быть, даже больше. И он отправляется в атаку. У него есть банка маны. Он может использовать стаю один раз. Кидает сразу же сон. Может кинуть стаю один раз. Макрои второго уровня. Это для Астрала в первую очередь. Вурдалаки пытаются протиснуться в узком проходе. Для того, чтобы кружить стрелков со всех сторон. Паладин пытается лечить. Если что, свитка исцеления больше нет. Макрои больше ничего не может делать. Он там застрял. Блин, башня почти готова. Ее отменяет буквально в последнюю секунду. И тут, наконец-то, готова ярость. 2-1 вурдалаков. Самый настоящий зомби Апокалипсис от Хэппи. Наверное, единственный раз, когда я вообще вижу, чтобы он играл в третьем Варкрафте эту стратегию. Моя любимая стратегия занижать. Просто я ее обожаю. Она очень веселая. Зомби Апокалипсис. У тебя просто миллионы вурдалаков. Ты хочешь хавать. Ты хочешь хавать противника. Ты жрешь его мозги. Правда, тут не людей. Хавает от дворфов. Поэтому там много волос. Наверное, это не очень приятно. Но, с другой стороны, вурдалаки, наверное, неприхотливы в своих вкусовых предпочтениях, скажем так. И они просто хавают. Понимаете? То есть, они просто работяги. Что дают, то и едят. Правильно. Никаких жалоб. Нерзул, как бы, не принимает возвратов. Нерзул сказал, хавайте это, а не хавают это. В принципе, база. Повелитель ужаса, блин. Еще бы ему переучиться на вампиризм ради прикола, по крайней мере. Но Хэппи не играет по приколу. Хэппи играет исключительно эффективные стратегии. Блин, ну на самом деле, действительно, это ведь самое забавное. Хэппи не веселится в третьем Варкрафте уже очень давно. Вообще, возможно, никогда даже не веселился. Ну, вместо того, по своей воле, скажем так. И действительно, неужели он реально считает, что самая эффективная страта занежить против паладина стрелков это зомби апокалипсис. Но в этом есть, конечно, смысл. Потому что бурдалаки, как бы, это номинально контр-юнит против стрелка. И, видимо, действительно, просто не хватает ударной мощи для того, чтобы с этим справиться. Нет горного короля для того, чтобы с этим справиться. Ну что ж, берет с тобой опаученцев. Цветок исцеления взял. Это же две штуки. Очередной сон. Забавно, что именно мага крови контролит. Ну и зомби отправляется дальше. Там рабочие сверху подошли. Пытается здесь что-то сделать. Не хватает ровок. Брэйда на атаку все-таки, наверное. Но, как видите, через фокус вурдалаки умирает. Но как же хэппи отводит. Ты шо. Микроконтроль просто мое почтение. Ману передает паладину, чтобы он вылечил хоть кого-то. Спасает стрелка сверху. Паладин тем временем без здоровья. И еще строятся вурдалаки. Много вурдалаков не бывает. Стоп, что? На что он переучился? Он скинул свои навыки. Сюда! Блин, нет. Ну это точно. Это чел точно веселится. В этом нет смысла. Хотя, с другой стороны. С другой стороны. Маг крови сосет ману. Правильно? Правильно. Значит, мана почти не используется. А вампиризм будет использоваться. Правильно? Правильно. 50% вампиризм. Сюда на базу. Типа не будут убивать. Стараться. По второй грейд на атаку. Есть. Вурдалак будет лечиться на 7 хп где-то с атаки. Почему бы и нет? Получается, получается, вампиризм умба, парни? Ха-ха-ха-ха. Не, ну реально. Под вурдалака, под вампиризмом вурдалаки толково очень лечатся. Проблема только в том, что стрелки атакуют одну цель. Но если стрелки будут атаковать разные цели, а не одну под фокус уроном. Кстати, третья аура, возможно. И все-таки третий свет качает, наверное. Выкупает мага крови. С третьим вампиризмом просто как бы бон аппетит. Шеф-кис, я бы сказал бы, да? Зомби-апокалипсис от Хэппи, да, мои господа. И, видимо, по его мнению, эта стратегия самая эффективная против паладина стрелков. Что, как минимум, довольно забавно. Но кто-то скажет, ну, ребята, ну чё, это несерьезно. Потому что Хэппи, если что, играл... Против него играл паладин без экспанда. А паладин без экспанда это чё-то тухлятина какая-то. И я даже в какой-то степени с этим соглашусь. Но давайте посмотрим на то, как Лемес попробует поставить дополнительную базу против своего оппонента. И что Хэппи с этим будет или не будет делать. Но, как видите, тут опять паладин из трюки от Лемеса. Он всегда играет эту стратегию. Большой фанат её. Могу его понять. Я сам, когда играю один на один в Warcraft, это не очень часто бывает. Больше 4 на 4 играю. Но когда я играю один на один, я всегда играю по лодину стрелками. Потому что это тупо весело. И как видите, на примере Лемеса мы можем увидеть, что с этой стратегией можно быть в топе рейтинга. Да, не играть на турниры, не претендовать на что-то, но быть в топе рейтинга это уже почётно. И играть в рейтинге против Хэппи, когда тебе система выдаёт Хэппи как типа достойного оппонента. Автоматическая, да. То есть это уже много о чём говорит. Паладин первым героем. И там опять повелитель ужаса первым героем. Он идёт ставить, судя по всему, дополнительную базу. Он купил жертвенный череп, продал светок телепорта. Заказывается Акалит. И сейчас, собственно, тут он идёт движевать себе. Всё, он сразу же на Огромага. Чтобы он не кинул, собственно, жажду крови на своих ребят. А всех остальных можно легко убить. Особенно Клакар Охотник. Клакар Охотник очень много урона наносит в целом сравнительно. И при этом у него средняя броня. То есть вурдалаки и скелеты по нему наносят дополнительный урон. Да, проблема паладина это старт игры и криппинг. Ему очень тяжело крипиться вначале. И обратите внимание, что при этом он делает. Он не использует ополченцев. Но всё-таки взял их. Без ополченцев крипится прям совсем тяжело. Проблема паладина стрелков в том, что ты без ополченцев крипиться не можешь. Но при этом тебе нужно, чтобы ополченцы, если что, сидели на... Сидели на дереве. То есть тебе нужно дерево, так как стрелки стоят дерево. 30 дерева. Плюс ещё тебе нужно Тир-2 нажать. Плюс апгрейд на атаку. Плюс то-то сё. Плюс башню прокачать. Цвет паладина. Прикольно, конечно. Ну, ставить экспант за паладина без Т2 это бред. Это не работает. Три-четыре года назад была такая легенда из Норвегии... Ой, из Швеции. Торзейн. Который как раз по 1 из стрелков реанимировал. И, наверное, Лемес после этого начал ими играть. Я, например, после Торзейна начал играть по 1 из стрелков. И он пытался играть с Тир-1 в экспант. И даже против Хэппи так играл пару раз в рейтинге. Но это фигня просто. Это не работает. У тебя стрелки слишком слабые. А у них маленькая дальность атаки. Потому что на Тир-2 ты прокачиваешь длинноствольные мушкеты. Которые увеличивают их дальность атаки на 50%. При этом ещё сверху... Ты... У тебя мана быстро заканчивается. А на Тир-2 у тебя появляется ма крови. Который может хоть давать ману паладину. Ну, окружение, конечно. Там есть лечение. Посмотрим, сможет ли тут выжить. Нажимает неуязвимость. Для того, чтобы сон не кинуть на него. Прикиньте, это умом прям. То есть он использовал неуязвимость. Для того, чтобы на него не кинули сон. Но... Не было маны для того, чтобы ещё один свет использовал. Возможно, если была бы ещё одна мана, он там выжил бы. Ну, тут вурдалаков немало погибает. Но потеря стрелков более важнее. Вурдалак это юнит второго уровня. Стрелок это юнит третьего уровня. Не, ну сон, конечно, страшная штука против паладина. Реально. Повелитель ужаса первым героем. Это страшно. Потерял 3 стрелка. В размен на 3 или 4 вурдалака. Учитывая, что у нежити есть дополнительная база. У Альянса нет, это проблема. Но, как я сказал, Альянс будет ставить базу на этой карте. Кольцо защиты плюс 4. Ну и самое важное и самое интересное. А паладин поднял всё-таки. В третий уровень. У него теперь есть второй свет. И кольцо защиты это очень хороший артефакт для паладина. Паладину нужны артефакты на выживаемость и на статы. На здоровье, на ману, на броню. И так далее. С ополченцами бежит на золотую шахту. Убил свинью. Возможно, она агент Нерзула была, эта свинья. Куда вы знаете вообще. Кольцо регенерации, аура паладина. И кто тут паладин теперь? Венец благородства, нормальная арта. Трое склеп, наверное, скоро будет ставить. Т2 уже делается. Но тут Т2 уже есть. Деленоствольные мушкеты скоро будут заказаны. Дерева пока не хватает. Рабочие возвращаются. Проблема паладина в том, что он очень медленный. И в плане игры, и в плане развития. Если противник знает, как против него играть. А Хэппи реально придумал классную стратегию против паладина стрелков. То против нее очень тяжело играть. Но пытается Лемис адаптироваться. У него очень сильный паладин с другой стороны. Очень классные артефакты выпали. Наверное, можно уже зелье восполнение пить. У него уже не хватает здоровья и маны как раз. Смотрим, что выпадает Огра-мага. Если это большая банка маны или жезл похищения маны, то это очень сильные артефакты для Хэппи. Свиток-зверя. Ну, кстати, для зомби-апокалипса Свиток-зверя. Возможно, это неплохая штука. Прикиньте, 50 зомби, и ты нажимаешь Свиток-зверя, и все наносит резко на 25% больше урона. Это же просто как бы... Ресторан Мишлен, 5 звезд. Скелеты тут все палят. Кстати, выпал камень маны. Очень крутой арт. Рабочие встали ставить базу. Лесопилка делается для ускорения дерева добычи. Длинноствольные мушкеты сделаны. Рабочие справятся со скелетом. Блин, он сейчас рассеется и опыт не получит. Получил опыт, походу, да? Блин, и четвертый паладин прикольно. Он, правда, прокачал бабл, а не ауру. То есть божественный щит. Видимо, он очень боится фокуса. Хотя, казалось бы, кольцо защиты талисман жизненные силы. Этот паладин буквально должен всем своим видом говорить, что давайте, убейте меня. Бейте меня полностью. Ой-ой. Это больно сейчас будет. Стаи убьет рабочих. Рабочих нужно в разные стороны развести, чтобы они от одной стаи все не погибли одновременно. Собственно, что и делает тут этот игрок. Но они в итоге подставились. И все рабочие погибли. Но рад, что будет тут стоять, судя по всему. А критически не хватает ресурсов. Еще срываются рабочие из дерева. Крошера бы нанять, но ресурсов на него нет. Это реально зомби апокалипсис. Это просто классика во всей своей красе. В том плане, что один повелитель ужаса бегает, развлекает противника, пока бурдалаки добывают дерево и ждут апгрейдов. Но стаи больше не будет. Вряд ли кого-то он убьет. Есть второй уровень. Это астрал можно кинуть на него, чтобы никого не атаковал. Или рабочего спасать астралом. Или рабочего спасать лечением. Тоже нормальная тема. Странно, что он астрал не кинул. На рабочего какого-то. Или на мага, или на повелителя ужаса. Возможно, забыл об этом. Тут тем временем почти Т3. Ставится третий склеп. Огромное количество бурдалаков. Просто, чтобы рабочего не атаковал. Хе-хе-хе. На в лицо. Хе-хе. Не, он так-то астрал увеличивает урон неплохо. Так-то увеличивает урон неплохо. Увеличивает. Лидит на посохи домой. И зомби апокалипсис пошел. Ярос почти готова. На всякий случай статую заказывает. Ну, так, для настроения в основном на самом деле. Цветок истреления в идеале. Да, есть один. Второй, может быть. Невыязвимость купил. Камень, кольцо защиты продал. Ну, у него и так брони много. Ради второго свитка истреления есть смысл. Потому что паладин без армии никто. А свиток истреления позволяет жить армии. И что вообще на свитке истреления нарисовано? Какой-то кружочек. Какой-то магический артефакт, наверное. А, свиток нарисован буквально. Господи, вот же бумага, а это печать. Офигеть, я только сейчас понял. Это буквально свиток истреления. Ядрить, колотить. Вот это я слепой. Так, ну одна башня есть, кстати. Что вроде как неплохо. Свиток истреления один был использован. Но там маг крови стоит. Забавно, конечно, что сон именно на мага крови дается. Бесконечный. Блин, он не может подойти и дать еще один свиток истреления. Башню вторую отменяет. Пытается здесь что-то сделать. Собственно, Лемес. Пятый уровень у Повелителя Ужаса. Он прокачал ауру, кстати, что забавно. Но да, аура только первого уровня. И в итоге не может маг крови пользоваться своими приколами. На него кидается просто бесконечный сон. Мана закончилась у поладина. Магазина на экспанде нет. И зомби апокалийсус тут просто все проносит. Наконец-то мана закончилась у Повелителя Ужаса. И он может что-то сделать. Даже свиток истреления может нажать. Ну, вардалаков много тут погибает. Трупов их очень много. Блин, здоровья мало, конечно. С свиток истреления бы поражать невыязвимость. Да, свиток истреления классные. Только что использовал. Но база там падает так-то. И все тяжело. Вардалаки просто хавают. И там вот такое подкрепление идет. Просто. Просто подкрепление. Знаете, как волны зомби. О, господи. Мне жалко, что под башню не может подойти. Шестой уровень у Повелителя Ужаса. Там сон очередной. И Лемис сдается. Я никогда не видел, чтобы Хэппи играл эту стратегию серьезным лицом. И, видимо, это действительно самая неплохая стратегия. Конкретно против Паладина Стрелков. Ну, как мы видим, у Паладина Стрелков тупо шансов нет. На самом деле. Стратегически. Потому что вардалаки быстрые. Вардалаки классно крепят карту. Повелитель Ужаса своим сном просто контролирует оппонента. То есть фишка героя в сне больше. На этой карте. И против Лемиса. Он не дает ману Паладину. Бумаг крови. Он не может высасывать ману. И в итоге это раз за разом продолжается. А стоять на месте Паладин со Стрелками не может. Ему нужно двигаться, чтобы его не окружили. Вот и получается, что Лавина Зомби его останавливает. Забавно, конечно. Матч прикольный. Мне очень понравился. Редкое использование Повелителя Ужаса. И редкое использование Зомби Апокалипсиса. Надеюсь, вам тоже понравилось. Спасибо большое, что смотрели. Всем до встречи и удачи. Продолжение следует.